Здравствуйте, друзья! Ubisoft наконец рассекретила новую Splinter Cell. Как оказалось, компания работает не над продолжением истории Сэма Фишера, а над ремейком первой части. Производство находится на очень ранней стадии, но уже есть кое-какие подробности. Разработку возглавляет студия в Торонто, создавшая Splinter Cell Blacklist. Работает проект на Snowdrop, движке The Division. Переделать собираются и графику, и геймплей, но игра останется линейной. Никакого открытого мира. Ubisoft рассматривает ремейк как фундамент для будущего серии, но пока не готова назвать дату выхода и платформы. Надеемся, Сэм Фишер не затеряется в песках времени. С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru Недавняя техно-демо по Матрице на пятом Unreal Engine впечатлила не всех, но команда Digital Foundry осталась в восторге. По мнению железных экспертов, Еврогеймер Epic Games развеяла сомнения в возможности большого скачка в консольной графике. Все демо исполняется в реальном времени, город сгенерирован процедурно и доработан вручную, пусть местами и не очень аккуратно. С интерьерами в окнах зданий, созданных на основе техники паралактического отображения, решили долго не мучиться. Хотя это можно списать на фантастические условности, неисповедимы матричные протоколы. Так или иначе, демку называют взглядом на будущие графики в играх. Технический директор Epic Games Ким Либрери, работавший над спецэффектами для первых трех матриц, уверен, что проекты с технической стороной такого уровня будут выходить на PlayStation 5 и Xbox Series. Правда, ради 30 кадров в секунду разработчикам, как обычно, придется чем-то поступиться. Но ничего, в следующем поколении 60 кадров уж точно станут стандартом. Некоторым разработчикам проще работать с собственным движком. К числу таких студий относится Bohemia Interactive. Все будущие проекты авторов Arma будут использовать N-Fusion. Технология нового поколения позволит забыть об ограничениях движка Arma 3 и создавать симуляции с детальной физикой в огромных открытых мирах. Движки, графика — это все хорошо, но требует много времени и вложений. Другое дело — NFT. Блокчейн привлекает разработчиков будь-то по цепной реакции. Вскоре после старта NFT-платформы Ubisoft выяснилось, что подобными делами промышляет и Питер Молиньо. В следующем году его студия 22Cans запустит бизнес-симулятор Legacy. Игроки смогут получить NFT-землю, построить на ней бизнес-ассоциацию и зарабатывать криптовалюту Legacy Coin на основе эфира, а также подключать партнеров и делить с ними прибыль. Студия уже продает виртуальные гектары и успела заработать на этом больше 50 миллионов долларов. Кажется, жизнь создателя Fable превращается в сказку. На месте Молиньо мы бы непременно пообещали игрокам, что дерево их бизнеса будет расти не по дням, а по часам в реальном времени. Главное — привести трех друзей. NFT-авантюристы чуть было не захватили и создателей Stalker 2. GSC Game World объявила, что будет продавать права на мета-людей. Неигровых персонажей с внешностью, оцифрованной с их владельцев, а также возможность вырезать свои имена на игровых объектах и получать уникальную косметику. Узнав, что разработчики хотят нарубить хабар сомнительным способом, игроки сплотились в едином порыве ненависти, и авторы неожиданно пошли на попятную. Сначала студия попыталась объяснить недовольным, что просто пытается найти способ заработать больше денег, чтобы сделать игру еще лучше, и что NFT никак не затронет геймплей, но вскоре отказалась от своих планов, заявив, что интересы игроков для нее важнее. Может, помог звонок Фила Спенсера или Гейба Ньюэла, не поддерживающих NFT. А может, такие нынче в зоне аномалии? Небольшая аномалия обнаружилась и в топе игр Steam за этот год. В списке проектов с самым высоким рейтингом оказалось еще больше инди, чем обычно. В первую тройку пробились Totally Acquered Battle Simulator, Dyson Sophia Program и Rhythm Doctor. Inscription и Valheim попали только во вторую десятку, а единственными большими проектами в топ-20 стали Psychonauts 2 и It Takes Two — 14-е и 19-е места соответственно. Чтобы вы почувствовали глубину этого списка, скажем, что Battlefield 2042 находится ниже десятитысячного места почти на самом дне. Может, DICE стоит попытать счастье с симуляторами мойки и пекарни? Продолжаем новостями покороче. Rebellion анонсировала Sniper Elite 5. В новой части игроки будут устранять нацистских офицеров во Франции 1944 года. Обещают самые крупные и атмосферные карты в серии, продвинутую стрельбу и новую систему перемещения. Релиз в следующем году на ПК, PlayStation и Xbox, а также в Game Pass. CD Projekt урегулировала судебный спор с инвесторами, обвинившими компанию в обмане покупателей Киберпанка из-за несоответствия до релизных записей геймплея финальной версии. Если решение одобрит суд, разработчикам придется выплатить акционерам всего 1 850 000 долларов. Учитывая, что игра окупилась еще до выхода за счет предзаказов, поляки отделаются легким испугом. Бывает так, что огромная популярность создает сложности для разработчиков. После выхода дополнения Endwalker, Final Fantasy XIV привлекла больше людей, чем новая Forza Horizon на запуске. Очереди стали настолько большими, что пришлось временно остановить продажи стартового и полного изданий MMORPG и запретить создание новых аккаунтов в пробной версии. Зато в качестве компенсации подписки бесплатно продлили на 14 дней. А вот китайской Angela Game крупно не повезло. Стоило Myth of Empires выйти в топ Steam, как игру удалили из магазина из-за претензии создателей Ark Survival Evolved, считающих, что новую игру сделали на основе украденного у них исходного кода. Теперь китайцы пытаются вернуть свою игру в продажу через суд. Ждете возвращения Були? По слухам, от инсайдера Тома Хендерсона вторую часть собирались анонсировать на прошедшие The Game Awards, но почему-то передумали. Впрочем, некоторые ресурсы утверждают, что Rockstar делает не сиквел, а ремастер или ремейк, а с анонсом решила не торопиться из-за проблем с переизданиями GTA. Remedy тоже не собирается выдавать подробности Alan Wake 2, по крайней мере в ближайшие полгода. Но кое-какие моменты все же прояснили. Alan Wake снова озвучит Мэтью Паретто, а внешность герою подарит все тот же Илка Вилли. При этом по пути Resident Evil серия не пойдет. Сиквел будет игрой от третьего лица. Double Fine не отказалась от намерения перевести Psychonauts 2 на русский язык. Соответствующее обновление выпустят в начале 2022-го, но перевод будет только текстовым. Arc System Works показала свежий трейлер файтинга DNF Duel, основанного на ролевом экшене Dungeon Fighter Online. Как выяснилось, новая игра авторов Guilty Gear выйдет не только на PlayStation, но и на ПК. Сроки пока неизвестны. Гигеровский хоррор Scorn уже 4 года не может добраться до релиза, но в следующем году ожидание должно закончиться. Премьеру назначили на октябрь 2022 года. Игра появится на ПК и двух поколениях Xbox, в том числе в Game Pass. Microsoft выпустила обещанный документальный сериал Power on the Story of Xbox. Все шесть серий можно посмотреть бесплатно с русскими субтитрами на YouTube и других видеоплатформах. В честь этого события компания стала продавать необычный мерч. Постеры с изображением Красного Кольца Смерти, говорящего о критической системной ошибке Xbox 360. От этой проблемы сильно пострадали первые партии консолей. Теперь зеленые решили отыграться. Раз уж Кольцо Смерти стало мемом, почему бы не продавать постеры с ним по 25 долларов за штуку? Хорошо, что представлены они не в виде NFT. Не забудьте поставить лайк и подписаться, а мы расскажем о том, какие игры вышли недавно и какие ожидаются на следующей неделе. Кооперативный хоррор-шутер GTFO выбрался из раннего доступа Steam спустя два с лишним года. Игра славится своей хардкорностью, но этим же может и отпугнуть. Так что с официальным релизом специально для новичков добавили контрольные точки. Ранний доступ также покинула Pray for the Gods — зимняя фантазия на тему Shadow of the Colossus от студии NoMeta. Игра также доступна на PlayStation и Xbox. В Steam и GOG вышел ремастер Scrapland — старенького приключенческого экшена про роботов, людей и космические гонки. Проект создала Mercury Steam, впоследствии перезапустившая серию Castlevania и разработавшая Metroid Dread. А продюсером выступил American Maggi. В Assassin's Creed Valhalla начался кроссовер с Assassin's Creed Odyssey. Odyssey тоже получила особый квест, пересекающийся с новой игрой. В следующем году Valhalla продолжит развивать. На 10 марта запланирован релиз большого сюжетного дополнения «Заря Рагнарёка» на 35 часов геймплея. Во вторник Among Us доберется до PlayStation и Xbox, а также попадет в Game Pass для консолей. В четверг Alien Isolation станет доступна в мобильной версии для iOS и Android. А в Steam и Joe G выйдет Alfred Hitchcock Vertigo, вдохновленная культовым триллером. В следующем году игру выпустят на консолях. В пятницу в Steam, а также на Xbox и Nintendo Switch заглянет атмосферный платформер Aspire Inos Tale. А когда-то до конца года в раннем доступе Steam стартует Ready or Not — тактический шутер от первого лица про спецназ с акцентом на реалистичном проведении операций. Всем спасибо за то, что были с нами. До встречи в следующем выпуске GamesBlender, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok